Улица Красномосковская на дорожной карте города, признаться, не самая разбитая. Попала в ремонт этого года, вероятно, как сверхвостребованная. Единственный выезд на свободный ниже Ладыкицхавели загружен всегда. В этом году тут переделают всё. Улицу, возможно, даже придётся закрыть на пару дней, чтобы закатать в асфальт без швов. После ремонта проезжая часть станет чуть шире. После фрезерования начинаем укладывать бортовой камень. Устанавливаем полностью газоны, тротуары и дорожное полотно. Вы можете гарантировать, что бортовой камень здесь не развалится? Он обычно первый начинает. Нет, сейчас в этом году заменили на хорошие бортовые камни. Гранит? Нет, не гранит, а вибро. Копылова не сравнить с Красномосковской и в объёме, и по значению. Главный переезд через железную дорогу экстренно начали ремонтировать в апреле. Теперь то, что здесь должны положить асфальт, водители, кажется, уже и забыли. В ходе ремонта будет полностью заменён асфальт. Ремонт будет вестись без полных перекрытий. Работать будем по полосам. И до начала лета уже будет завершён ремонт проезжей части. Начало лета – понятие растяжимое, и, судя по всему, каждый его понимает по-своему. Так сегодня представители заказчика управления дорог и благоустройства и представители подрядчика называют разные даты финала. «Замена бортовых камней и асфальтированной проезжей части к 10 июня. Параллельно в ходе ремонта...» «Подождите, давайте мы по срокам с вами определимся. И глазами обывателя мы просто сидим и чего-то ждём. До какого вы положите?» «До куда?» «До какого числа?» «До какого числа?» «Ну, до середины июня, я думаю». «Июня». «Основное от жителей – это то, что мы отфрезеровали глазами жителей и бросили. А асфальтовой работы не ведём?» «Сейчас уже и начнём как раз.» «Когда?» «Наверно, с понедельника». «20 мая». «20 мая». «20 мая». А что, не раньше?» «Зам мэра Вадим Войцеховский обещает, что не дадут дорожникам вывалиться за названные сегодня сроки. Но, кажется, контролировать взялись поздновато, раздаты уже потянулись в сторону осени. «Самое неприятное – то, что состояние путепровода хуже, чем изначально думалось. И, по идее, здесь нужно делать капитальный ремонт. Пока же сделают обычный, в надежде, что мост простоит ещё 5-6 лет. Что умрёт быстрее, надежда чиновников или мост, возможно, узнаем уже через пару лет, если придётся начинать всё сначала». Начинать сначала придётся и на тех улицах города, где ремонт в прошлом году провалили. Например, рядом на Керенского так поменяли бордюры, что по швам трещит вся дорога. На следующей неделе тут опять начнётся ремонт. А ведь ещё масштабный ремонт улиц по очереди. «Наверное, кого-то шокируют цифры. 90 километров дорог должно быть отремонтировано в этом году. Исходя из этого, конечно же, просьба горожанам – пожалуйста, наберите терпение, потому что да, будут некие неудобства». Как дорожники осилят такой объём работы, сейчас пока представить сложно. Например, в городе лишь одна точка выпускает необходимый для качественного ремонта щебень. И это одна из причин смещения сроков ремонта на Копылова. Где щебня взять на 90 километров дорог – вопрос открытый. Анна Гейнс и Дмитрий Кочетков. Новости Прима. Продолжение следует... Продолжение следует...